Но в Белгородской области России началась эвакуация жителей еще одного приграничного района, Краснояружского. Об атаке одного украинского подразделения на приграничное село Колотиловка в Краснояружском районе российские военные блогеры сообщали еще вчера. Губернатор Белгородщина Вячеслав Гладков призывал жителей села уезжать оттуда еще три дня назад. Тем временем в Курской области России продолжает увеличиваться площадь боевых действий. По заявлениям российского Минобороны и опубликованным в интернете кадром, глубина прорыва уже составляет около 30 километров, а российская армия строит возле Курской атомной электростанции новые оборонительные линии. Вечером 11 августа площадь боевых действий в области составляла уже около 720 квадратных километров, то есть на 70 квадратных километров больше, чем днем ранее, это подсчитали аналитики. Проект агентства сообщает, что самая дальняя от границы точка, где проходили бои, это село Общий колодец в Кореневском районе. Это примерно 28 километров от российско-украинской границы. Многие военные эксперты подчеркивают, что столкновения в Курской области будут только нарастать. Корреспонденты BBC сообщили, что заметили постоянный поток бронетранспортеров и танков, которые двигались в сторону России из Сумской области Украины. Как отмечает ряд СМИ, украинская военная техника отмечена белыми треугольниками. Таким образом, вооруженные силы Украины якобы обозначают ту технику, которая используется для атаки на Курскую область. Тем временем Россия перебрасывает резервы и снимает военные части с других участков фронта не теми темпами, каких хотелось бы украинскому командованию. Об этом рассуждается в публикации журнала Economist. Публикация вышла со ссылкой на анонимного собеседника в украинском генштабе. Издание сообщает, что украинская цель минимум – это оттягивание российских войск из Харькова и Донбасса. Но пока эти результаты неоднозначны. Украинский проект «Хочу жить» тем временем опубликовал видео с несколькими десятками пленных. Трое из них говорят, что они из Грозного. Один пленный подтверждает, что служил в спецназе «Ахмат». В тексте, сопровождающем видео, говорится, что пленные были захвачены в Курской области России. Практически одновременно с этой публикацией Рамзан Кадыров отчитался об успехах бойцов «Ахмата». Эти успехи, по его словам, как раз произошли в Курской области России. В соцсетях Кадыров рассказал о том, что чеченские военные уничтожили украинскую колонну. Отмечу, что в условиях войны оперативно проверить сообщения воюющих сторон невозможно. Но еще об эвакуации. Издание агентства сообщило, что в Курской области России ищут не менее 200 человек, которые пропали после вторжения вооруженных сил Украины в приграничные районы. Такие обращения поступают в поисковый отряд «Лиза Алерт», который проводит поиски пропавших без вести людей. Но, кроме того, как отметили в «Лизе Алерт», обращений, не посчитанных еще волонтерами, гораздо больше. Кроме того, в группах во Вконтакте. Люди также публикуют обращения в поисках своих пропавших в Суджанском районе Курской области пожилых родственников. Вы в том числе не только политик, не только подполковник запаса, но у вас есть и опыт участия в боевых действиях в Афганистане. Вы ветеран той войны. И хорошо, наверное, знаете о том, о чем говорят сейчас бывшие российские военнослужащие или те, кто продолжает служить. Что говорят, что думают по поводу того, что седьмой день происходит в Курской области по поводу вторжения вооруженных сил Украины? Ну, это блестящая операция вооруженных сил Украины. И то, что Россия не справляется с обороной собственной территории, показывает ее слабость, что это колосс на глиняных ногах. И, собственно, это обсуждается в Z-пабликах, это обсуждается в обществе. Это очевидная вещь, которая, собственно, показывает истинное состояние вооруженных сил России. Там никакой, ни о какой второй армии мира не может вообще идти речь. И начнут, собственно, это блестящая операция вооруженных сил Украины, которая показала всю никчемность руководства вооруженных сил России и, собственно, самих вооруженных сил. Каким образом эта операция, на ваш взгляд, может повлиять сейчас на ход войны? К чему может привести? Смотрите, ну, я еще год назад, по-моему, комментирую у вас на канале, когда был захват Пригожина Ростова-на-Дону и поход его на Москву. Говорил, что, собственно, в тылу российских войск нет никаких сил, резервов. И поэтому очевидно, что тот же Пригожин мог идти там вполне до Москвы, если захотел бы там идти на Дальний Восток, он дошел бы до Дальнего Востока без какого бы то ни было сопротивления. Тогда же я предрек, не предрек, а точнее, удивленно сказал, что если бы, скажем так, украинская армия предприняла рейд по тылам российских войск, да, взойдя там с Курской области, в сторону Белгородской, Ростовской, то я думаю, что она не встретила бы никакого сопротивления, потому что там действительно войск нет. Собственно, эту блестящую операцию, понимая, что никаких резервов, никаких там оборонительных сооружений нет на территории тоже Курской области, использовали, использовало руководство вооруженной силы Украины. Я полагаю, что это, ну, в тактике это называется разведка боем, когда бросается какое-то подразделение, да, и дальше ведется сбор сведений, там, скажем так, о противнике, о передовых войск, о нахождении передовых войск, собирается информация. Вот, собственно, это, мне кажется, на мой взгляд, это операция как раз разведка боем, посмотреть, что там находится, как можно воевать на территории противника, какие силы задействованы. Здесь совершенно очевидно, что, ну, очевидна совершенно слабость вооруженной силы России, у которых нет действительно никаких резервов, нет логистики, чтобы перебросить, чтобы перебросить какие-то войска из района там боевых действий, вот, в Курскую область. Нет даже ракатных дорог, вот, при фронтовых, да, вот, вдоль линии фронта, чтобы попасть из одного пункта Курской области, там, пограничного, допустим, пограничный пункт Белгородской области, нужно, как минимум, наверное, ехать в Курск, в Столинскую, и потом оттуда там еще в Белгород, а оттуда уже, собственно, к пограничному пункту. То есть, очевидно совершенно, сейчас Путин находится в тванге в этой ситуации, и уже тут шутят, что на он там, его позор, позорное правление началось там с гибели Курска. Сегодня как раз, сегодня как раз годовщина, 12 августа погибла тогда подводная лодка Курска, это тоже такие страшные совпадения для российской истории. Да, аналогия тут совершенно четко прослеживается, что тогда он там ушел от ответственности и вообще от комментариев, да, то, что сейчас он, опять же, не хочет признавать очевидное совершенно, что это война, что эту войну невозможно выиграть, что это позорище. И вот, собственно, то, что сейчас идут все эти нарративы там о том, что давайте там вести какие-то переговоры там со стороны того же там, допустим, Явлинского, там еще там какой-то, не знаю, там Шлосберг-Лев там пишет какие-то такие мирные инициативы. Мне кажется, это неспроста, они пытаются прощупать, нащупать, получить передышку, потому что воевать нет. Заметьте, что так широко анонсированное наступление на Харьков, оно закончилось ничем, а война превратилась в такую окопную, позиционную. Вооруженные силы Украины потихонечку перемалывают наступающие на разных участках фронта российские войска, и, собственно, вот никакого продвижения там тотального нет. Прошел уже практически, прошло полгода с момента, когда была заявлена Харьковская операция, и мы видим, что сегодня она превратилась в Курскую операцию вооруженных сил Украины. Я думаю, что сейчас действительно Путин в положении Сукцванга, там все, что не делается, там снимать людей с фронта, перебрасывать, это значит ослаблять выступательный, скажем так, потенциал войск на Украинском фронте, на Донецком фронте, на Харьковском фронте. Поэтому очевидная слабость, и слава богу, что это очень такой показательный урок, это блестящая операция вооруженных сил Украины, которая показала всю слабость и никчемность вооруженных сил России. Молчание Владимира Путина, на ваш взгляд, связано как раз с тем, что это унижение для главы Кремля, то, что произошло в Курской и в Белгородской областях? Ну, как мы знаем, у Победы много отцов, поражение всегда сирота, и тут очевидное совершенное поражение, и то, что, собственно, сейчас окапывается уже под Курчатовым, там, в районе Курской АЭС, собственно, они понимают, что может произойти, может произойти захват АЭС, и потом обмен на Запорожскую, например, да, то есть я не знаю, какая поставлена задача, но то, как ведутся боевые действия, это совершенно очевидно, что люди готовились, это не спонтанная совершенно операция, люди готовились, люди отслеживали, я думаю, сейчас за результатами этого рейда наблюдает, из-за тем, что происходит вокруг, наблюдает разведподразделение, разведка вообще воздушная, и радиоразведка ведутся, выявляются важные цели, и я думаю, что эта операция покажет, вообще, в принципе, откроет немножко глаза и не только, скажем, команду и вооруженных сил Украины, но и вообще всем мировому сообществу о том, что вообще, в принципе, из себя представляет армия России. А в армии России сейчас, на ваш взгляд, и по вашим данным, чего хотят? Хотят, чтобы полетели какие-то отдельные головы, как мы читаем в так называемых Z-каналах, скажем, глава Генштаба Герасимов, который якобы не поверил сообщениям об украинских планах, или все-таки есть, возможно, какое-то настроение, что стоит эту войну заканчивать? Ну, слушайте, ну, во-первых, Герасимов, я думаю, был бы счастлив, если бы его вообще сняли со всех должностей и отправили туда тихо в отставку. Это для него было бы, скажем, идеальным вариантом, потому что он же, он-то как человек профессиональный, военный, он понимает, во что вляпались по вине бестолкового и некомпетентного руководства России, нашей вооруженной силы, да, и, конечно, он хотел бы слинять, я думаю, что и под любым предлогом. То, что Бортникова назначили руководителем этой операции, человека непрофессионального вообще, в принципе, человека невоенного, да, это говорит о том, что им уже некем затыкать эти дыры там. Это, я думаю, что Бортников тут совершенно ничем не поможет, а, собственно, будет очередной позор. Чего могут добиться? На самом деле, я думаю, что это прекрасная иллюстрация того, что войну нужно заканчивать. Что война в итоге, о том, о чем говорили еще там два года назад, два с половиной года назад, что эта война придет на территорию России, она уже не просто пришла в виде каких-то обстрелов и ракетных там атак со стороны Украины, но уже, в принципе, украинские флаги развиваются на посылковых и городских администрациях Турской области. Ну, собственно, за что боролись, на то и напоролись. Сейчас я еще не удивлюсь, если там объявят Курскую Народную Республику и назначат главой Временной Администрации какого-нибудь антироссийского, антипутинского человека. Москва тем временем в лице Марии Захаровой, официальной представительницы МИДа России, и обещают жесткий ответ на действия вооруженных сил Украины. На ваш взгляд, как это можно рассматривать? Это игра мускулами, за которой ничего не последует? Или чего-то стоит ожидать в ближайшее время? Отвечать нечем, к сожалению, для российской пропаганды, для российских вооруженных сил. Ну да, они могут, конечно, ударить по банковой, еще что-нибудь, но понимают в ответ, что можно прилететь по Кремлю. И мы же увидим, что уже долетали до Кремля небольшие аппараты. Если это будет массированная атака, я думаю, что это ответная точность совершенно. Все эти пугалки о том, что мы ударим сейчас по Верховной Раде, о том, что мы ударим по банковской, по банковой. Они никакой военной задачи не решают. Это, скажем так, попытка, будет попытка, наверное, ну вот, не знаю, там, ответь внимание россиян от того, что действительно от этих позора и поражений. Вот мы разбомбили там какое-то административное здание в Киеве. Ну, в ответ абсолютно точно может прилететь по Москве. И я думаю, что такие планы и такие возможности есть у вооруженных сил Украины сегодня. Будем наблюдать. Ситуация остается горячей. Кроме того, все больше раскаляется. Спасибо огромное за ваш комментарий. Сергей Гуляев, политик, подполковник запаса, ветеран войны в Афганистане, был гостем программы «Вот так». Прямо сейчас, как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, идут бои на Белгородщине. Я процитирую. В эти минуты идет атака на погранпереход Колотилов, в Краснояружском районе, из которого власти объявили эвакуацию. Так что будем продолжать следить. Напомню, что сегодня как раз действительно власти Белгородской области попросили жителей этого района, Белгородской области, уезжать, если у них есть возможность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!